Золотая лихорадка – это неорганизованная массовая добыча золота на новооткрытых месторождениях, которые характеризуются стихийным наплывом старателей и хищническими методами добычи. Новые месторождения золота с возможностью добычи золота шлиховым методом привлекают большое число людей, которые истекаются в регион, создавая лагеря старателей. Такой наплыв стимулирует развитие экономики региона, поскольку происходящее событие вынуждает реагировать на потребности в продуктах питания, товарах, жильёх, оборудовании. Однако относительно лёгкая добыча золота прекращается, через несколько лет уступая место механизированным методам, которые доступны только компаниям. Порождённые золотой лихорадкой населённые пункты при этом часто становятся городами-призраками. Золотые лихорадки начались в середине XIX века и продолжаются в разных точках земного шара до сих пор. Основными периодами считаются, в 1849 году – Калифорнийская, в 1851 году – Австралийская, в 1886 году – Ижунафриканская, в 1896 году – Хландайкская и в 1898 году – Аляскинская – Золотые лихорадки. Типичный сценарий золотой лихорадки состоит из нескольких этапов. Первый этап – это обнаружение золота. Обычно для начала золотой лихорадки недостаточно просто найти месторождение золоты, необходимы и такие условия, как большое количество этого драгоценного металла и относительно лёгкие методы добыч, не требующие крупного специального оборудования. В частности, золото на территории Июкона обнаружили задолго, до начала лихорадки, но оно не привлекло внимания. Только в 1880-х годах старатели стали прибывать в округ, но это не обретало масштабов золотой лихорадки, которая началась лишь после того, как Джордж Кармак, Джим Скукун и Чарли Доусон заполнили золотом чехол от Винчестера за несколько часов. Каролинская лихорадка началась через несколько лет после обнаружения первого золота. Причём семикилограммовый самородок, найденный подростком, сыном фермера в ручье, протекавшим возле дома их семьи, в течение нескольких лет использовался в хозяйстве в качестве подпорки для двери хлева, так как его обладатели не ведали истинной ценности находки. Второй этап – это стихийное переселение старателей. Новости о золотых находках привлекают внимание общества. Стекающиеся с разных концов света старатели создают палаточные городки, которые со временем становятся населёнными пунктами. Вместе с этим развивается и инфраструктура региона, строятся дороги, в том числе железные, магазины. В основном термин «золотая лихорадка» связан с Северной Америкой, где транспортные возможности позволяли старателям перебираться из одного региона в другой, как только появлялась информация о новом месторождении. Третий этап – это шлифовой метод. Старатели пользуются самым простым методом и моют золото в ручах с помощью лотка и лопаты. Кроме того, они могут применять более сложные способы сепарации, продолжая использовать самое примитивное доступное оборудование. Основное развитие метода добычи получили в Калифорнии, где было добыто золото на сумму около 600 миллионов долларов, а численность старателей превысила 250 тысяч. Четвертый этап – это механизация добычи. После того, как легкодоступное золото добыто, старатели сменяют компании со все более сложным оборудованием, которые подчиняются действующим законам и регулирующим актам. Заключительный этап – это отток старателей. С приходом компании неорганизованная добыча золота сворачивается и происходит отток старателей. При отсутствии других видов деятельности население полностью покидает города.